А Кашкадаринским областным управлением Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре помимо прямых функциональных обязанностей, повышенное внимание уделяется защите прав женщин, а также своевременному рассмотрению их обращений, разрешению спорных вопросов. Тему продолжит Надира Закирова. Немного цифр для более полного представления. За 4 месяца текущего года из полученных 6363 обращений 4046 получены от женщин. 91% из них полностью решены. Жалобы 2154 лиц были удовлетворены, а нарушенные права многих наших соотечественниц были восстановлены. Необходимо отметить, что областным управлением Бюро принудительного исполнения регулярно оказывается практическая юридическая помощь нуждающимся женщинам и тем, кто потерял кормильцев. Только в этом году на основе спонсорских средств была погашена задолженность по коммунальным услугам 304 социально уязвимых семей. Еще один важный аспект. Мы зачастую становимся свидетелями того, как по различным причинам распадаются семьи. И в таких ситуациях очень часто страдают именно дети. На основании решения суда государственные исполнители Бюро строго следят за своевременной выплатой алиментов и применяют жесткие меры к тем, кто их не платит. Сумма алиментов, установленная в исполнительном документе на четверых детей, была очень маленькая. По данным вопросу я обратилась в Бюро принудительного исполнения. С их помощью 11 марта 2020 года было взыскано 15 миллионов сумм. Согласно закону, отец должен заботиться о своем ребенке, обеспечивать материально и осуществлять родительский контроль вплоть до достижения им совершеннолетия. Ну а к тем, кто не осознает этой ответственности, применяются соответствующие меры. Примирение супругов с тем, чтобы дети росли и воспитывались в полных семьях. В этом направлении Бюро принудительного исполнения также ведет эффективную работу. Приведем примеры из Китавского района. Здесь за прошедшие 4 месяца проведены разъяснительные беседы с более чем 50 семьями. Повышена их правовая культура. К сотрудничеству привлекаются и спонсоры. Так, благодаря помощи предпринимателей, данная категория населения обеспечивается необходимыми продуктами питания. Также им оказывается помощь в погашении задолженности по коммунальным платежам. Решены проблемы еще двух малообеспеченных семей – Рано Файзиевой и Холни Сытуичиевой. В частности, был оплачен долг за электроэнергию с помощью спонсорских средств. Такие благие дела и поддержка в столь непростое время помогают этим женщинам обрести уверенность в себе, а также продолжать добросовестно выполнять свои обязанности, связанные с воспитанием детей.